Сегодня одежда создается не только для людей, но и для стен, а дизайнерские принты оказываются представлены не только в тканях, но и в декоративных покрытиях. 13 дизайнеров интерьера с помощью штукатурки и интерьерной краски создавали новые концепции. Все это при участии фотографов и стилистов было запечатлено в рамках специальной фотосессии. У нас получилось так, что помимо такого творческого тандема, как дизайнер-декоратор, у нас получилось привлечь фотографов, фэшн-фотографов, стилистов, визажистов, парикмахеров. В целом огромная группа творческих людей трудилась над образом. У меня единственный планшет сделан на дереве, у всех остальных это на гладких поверхностях, поэтому мне пришлось ездить на рынок, купить самой эти палки, привезти шпон, на который потом наносились декоративные покрытия. И еще у меня уже 4 года лежало в коробочке с пилой. И мне не очень нравились, я все надеялась, я их куда-то применю. Ну и вот как раз выдался такой случай, их задекорировать и применить в моей коллекции. Самый вдохновляющий тренд 2018 года для нас оказался, это простейшие поверхности, матовые, с насыщенными цветами. Вот именно вот этот эффект хотелось показать на панно, как можно в интерьере сделать декор с помощью простейших стен, простейших декоров, придав им интересный цвет. Вот эти ноутборды, эти наши коллекции, эти шикарные работы, это как раз возможность показать заказчику, что не нужно бояться, что нужно быть смелее в реализации, нужно больше доверять дизайнерам. И все задумки, они могут быть действительно крутыми и имеют право на существование не только серые и бежевые интерьеры, они могут быть яркими, они могут радостными быть, они могут вдохновлять, они могут в Челябинске, где нет весны, весну принести. Каждая презентация приносит что-то новое, новую моду, новые идеи, новые вдохновения. Иногда ты посмотришь, что это какая-то лепнина, а может ты из нее какую-нибудь абстрактную композицию составишь, и она будет вообще не классическая. Как бы вот это вдохновляет, расслабляет и заряжает какой-то такой энергетик, когда ты приходишь в такие мероприятия, открываешь компьютер и начинаешь творить просто. Я дизайнер, поэтому мне интересно общаться в этой сфере с коллегами, узнавать что-то новое, идеи какие-то свежие ловить. Я вот очень верю, что сейчас время, когда каждый человек может стать, ну, брендом, и он вот то, что он делает, вот результат его труда, да, оно может быть востребовано, и поэтому в дальнейшем мы планируем проводить и второй сезон, потому что очень много откликов мы получили, очень много отзывов, и люди хотят дальше участвовать и создавать что-то новое для людей, для того, чтобы это было более доступно и, ну, более массово. Вечеринка, в рамках которой презентовали работы участников трендсет, оказалась самостоятельным ярким событием, собравшим людей, неравнодушных к искусству и новым идеям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok